Проект Let's Talk About Medicine, который ведет известный телеведущий и врач Константин Иванов, стартовал 18 сентября на базе Хадаса Медикал Сколкова. Мы давным-давно мечтали сделать некую коллаборацию врачей, журналистов и тех людей, которые занимаются вокруг да около медицины. Но сделать это таким образом, чтобы было понятно всем. Потому что действительно, когда встречается научное сообщество, даже самые высокие профессионалы, среди них не такое большое количество спикеров, которые могут эту информацию преподнести просто. И в этом большая проблема. И когда мы задумывали этот проект, честно говоря, первое было это немножко пошалить. Потому что именно в дружеской беседе, так называемой friendly community, и рождаются именно самые хорошие мысли, рождаются идеи, которые потом реализуются. Первая беседа в рамках проекта называлась «Онкологический чекап». Как все устроено в Израиле и в России. В гостях у Константина Иванова была глава онкологической клиники Хадаса Беатрис Узиели. А одной из центральных тем дискуссии был скрининг рака молочной железы. Все женщины после 50-ти проходят маммографию и ультразвуковое обследование по меньшей мере раз в два года. А женщин с семейной историей мы просим делать это после 40 лет ежегодно. И если известно, что они носители мутации БРК и у них серьезная семейная история, то они должны проходить после 30 лет и даже 20 лет еще и МРТ-обследования каждый год. По поводу скрининга у российских специалистов отношения неоднозначные. То есть в целом оно хорошее, но в нашем конкретном случае оно не очень, потому что у нас зачастую здесь компанично побеждает здравый смысл. Для того, чтобы скрининг хорошо работал, мы должны сделать так, чтобы вся цепочка работала качественно. Если мы говорим о молочной железе, это качественные маммограммы, их интерпретация, последующее лечение, создание условия для всех. И вот только тогда мы можем думать о том, после соответствующих исследований, что это может приносить хоть какую-то пользу, которую мы оценим в пилотных проектах. Не то, что сейчас происходит вообще ни разу. Поэтому в целом да, но не так, как это у нас обычно бывает. Тем не менее, в России и в мире за последние годы лечение рака молочной железы изменилось принципиально. Возможности влечения как доброкачественных, так и злых форм, потому что хирургическое лечение, оно в общем-то принципиально не поменялось. А вот возможности излечения, конечно, принципиально изменились, особенно вот с появлением новых препаратов, растузумаба, пертузумаба особенно. Ну вот, если говорить об этом, я пришел, значит, например, беременность ирак молочной железы, это было показание прерывания беременности 100%. А сейчас у нас уже есть больные, которые выявлялся рак во время беременности и вылечивали рак и сохраняли беременность. И, например, там вот, ну где и раньше, в 62-е, уже есть не один ребенок, который родила женщина больная раком, и сейчас и женщина здоровая, и ребенок здоровый. По словам профессора Узиэли, современные подходы к лечению рака направлены на выявление все новых и новых малых молекул и лекарств против мутаций или определенных рецепторов. А в случае тройного негативного рака молочной железы перспективными представляются иммуногенетические методы. Многие вопросы, поднятые на первой встрече, из-за ее ограниченности во времени, остались без ответа. Для продолжения дискуссии в рамках проекта Let's Talk About Medicine Константин Иванов обещает создать виртуальное сообщество. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова